Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вновь приветствовать вас на площадке региональной службы коммуникации Североказахстанской области. Тема нашего брифинга посвящена реализации послания президента Республики Казахстан в сфере образования. О работе, проведенной в рамках послания и его реализации в сфере образования, более подробно расскажут руководитель управления образования Акимата Североказахстанской области Каримова Гульмира Ренбековна, директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства образования Республики Казахстан Шерра Иса Петровна и барон Влада Анатольевна, менеджер базового направления «Отаным тахдарым» программы Центрального правительного офиса Рухани Жангару. И слово предоставляется Гульмире Ренбековне. Пожалуйста. Сәлеметстер ме құрметтің бұқаралық ақпараттар құралдарының қызметкерлері бүгінгі сіздер менен кетескенімізге өте қуаныштымыз. Және де бүгінгі біздің қозғайтын тақырыпымыз жалпын бірнеше күн бұрын елбасы Қазақстан халқына өзінің жолдауын арнаған болатындағы. Жетінші бағытында бүлім бөліміне, бүлім саласына деген көптеген ол қысының назары аударылып көңіл бөлінген болатындағы. Осы жалпын жетінші бағытында мектепке дейінгі кезеңен бастап әр бір сатыға көптеген көңіл аударылған. Ол мектепке дейінгі сатында бірінғай бағдаламалар құру болатын болса. Орта сатысында ол жаңартылған мазмұңға көшіп жаңа бағдарламалар бойынша жұмыс жүргізу. Және де жаратылыстану математика пәндерінің жұмысын жаңғыртып, одан әрі сапалы түрде білем алуға мүмкіндік жасау. Және де көптеген көңіл ол мұғалімдерге арналған болатындағы. Мұғалімнің мәртебесін көтеру, және де қазірғы заманға сай, мұғалімдердің әрқашында бір орында тұрмай, жаңашылдыққа бейім болып, жаңашылдыққа жаңа көзға распенен жұмыс жүргізу ұсынған болатындағы. Жалпы сөмен бірге білім саласын бір озық тәжірбе ретінде көрсету, озық концепция ретінде оны қарастырып отыр. Білім саласын ол үлкен сала болғандықтан кейін, ол жерде үлкен көңіл белғы жылдың жолдаудың ерекшелігі, ол қосымша білім беруге арналған болатындағы. Осымша білім беру саласында ол жаңа инновациялық ғылыми әдістемелік бағыттағы жұмыс жүргізетін арнайы ұқушыларға арналған сарайлар менен сөмен бірге технопарктерді құру болып табылған болатындағы. Енді осы бағыттан бізде жалпы біздің облысымыздан үлкен жұмыс алдынала басталған болатындағы. Бүгінгі күні жолдауда айтылған мәселелер бойынша, және де біздің жұмысымыздың ұштас қанына, біздің әрине де бүгінгі күні көңгіліміз той болтыр. Бүгінгі күні түске дейін үлкен республикалық координациялық кенес өткізілді. Біздің еліміздің әр бір түк-бір түк бірінен осы бағытта жұмыс жасайтын адамдар, координаторлар, және де шекара жаңағы байланыстта жұмыс жасайтын адамдар ресейден де осы кенеске қатысып, өз ойлармен, пікірлермен бөліскен болатында. Біз үшін ол үлкен тәжіребе аланы болып табылады. Үйткөні алдымызда үлкен оқушылар сарайын ашу олы күздігінің қырки оқ айына жоспарланы болдыр. Осы бағытта қандай жұмыстар жүргізіледі? Және де бұл бағытта қалай біз ерікшелені олымыз керек. Алдымызда үлкен бір мақсат ретінде бұлғы ұштасқан жұмыстар менен бірге өзінің нәтижелі болуына біз үлкен септігін тегіздіғой деп ойлаймыз. Бұл үлкен үлкен кенес, үйлістүру кенесі болды. Жалпы бұл үйлістүру кенесіне бүгінгі үлгінің бізде 180-ге жуық адамдар қатысқан болатындағы. Оқушылар сарайы жалпы ғылыми техникалы бағытта жұмыс жүргізу мен бірге айти орталық ашылмақшы оқушылар сарайында. Ол орталықта әртүрлі бағыт бойынша математика, физика болсын, химия болсын ол бағыттарды. Біздің осы жерде жұмыс жасайтын зауыттар менен, жаңағы индустрия саласыны жұмыс жасайтын мекемелер менен, қандай байланыстар жұмыс жасау керек екенін сол жерде біз арғартай оны тәжірі беретінде оқушыларға таныстыруымыз. Біздің бүгінгі күнгі мәселеміз болып отыр. Және де бұл бағытта біздің заманға сай, заманауи, каворкинг орталықтары, заманға сай, эксплораториумдар, және кванториумдар ашылмақшы болып отыр. Әрбір бағытта өздерінің лабораториялары болады. Және де әрбір лабораторияға бүгінгі таңда әлікен жұмыс жүргізіліп жатыр. Ол педагогикалық құрамда жұмыс жасайтын адамдарды шақыру, белгілеу. Кімдер болады кен және қазіргі таңда белгілеу қандайды біз ол жерге базаменен жұмыс жасауымыз тиіс. Базада не болуға тиіс, яқандай құралдар болуға тиіс. Олар әрінеде барлығы да заманауи боладығы деген сеніміміз бар. Сонмен бірген түстенгенгі уақытта бізде 5 секция бойынша жұмыс тар жүргізіледі. 5 секцияда осы жиналған қауым бөлініп, әр бұрлері мастер-кластарға қатысады. Мастер-кластар 5 бағытта ол біздем состы Қазақстан университетінде өткізіледі, машина жасау коледжінде өткізіледі, балылар шығармашылық орталығында, жаздарын орталығында өткізіледі. Неке осында біздем бұлғы күнгі секциялар. Енді осы секциялардың аяқталуымен біздің осы жердегі өңірдегі жұмыс жасайды педагогтар өздерінің тәжіребелерімен бөлісіп, тағыда соңғы қортындылар жасауынып, келесі жұмысқа ұсыныстар жүргізіледі. Бұл үріншій етапы, үрінші кізіңілі қолып табылатливы өздері өздерінің екеншің етапы жалап сірөті үрімні ұты searches Мағызмын Айларанда, ұсы өздері өздерінің ж $0 ұсығармаз барың. Буквально несколько дней назад мы стали свидетелями большого послания народу Казахстана, который посвятил глава нашего государства. И в седьмом направлении красной нитью уделяется огромное внимание сфере образования. И хотелось бы сказать, что сфера образования в данном послании рассматривается как некая определенная образовательная сеть, имеющая свои определенные этапы. Это и дошкольное образование, в котором мы должны будем уделить огромное внимание единой инфраструктуре, единому стандарту, единой программе. Это в среднем образование переход на обновленное содержание, а также уделяется огромное внимание на направление, именно, естественно, математическое направление. Также мы видим связь школы между колледжами, огромное внимание уделяется программе бесплатного ТИПО и также, конечно же, о работе высшего образования. Вместе с тем, педагогическая общественность нашей области с воодушевлением восприняли именно те моменты, которые были связаны с престижем педагога. И вместе с тем, конечно же, об их роли в этой большой, огромной сфере образования. Ну, сегодня у нас до обеда проводился большой координационный совет, где были приглашены педагоги именно дополнительного образования, о котором также говорится в послании главы государства. Уделяется огромное внимание дополнительному образованию в части открытия новых технопарков и инкубаторов, вместе с тем дворца школьников. Вы прекрасно знаете, уважаемые коллеги, что буквально осенью, в сентябре месяце, в нашем городе открывается дворец школьников, в котором мы уже планируем, естественно, научное направление. И в этом направлении ведется огромная работа по открытию IT-центра. Кроме того, что, конечно, в дополнительном образовании обязательно будут действовать кружки вокала, художественной гимнастики, танца и так далее. Мы считаем, что на сегодняшний день это актуально и своевременно. Ведется большая предварительная работа и местными исполнительными органами на сегодняшний день, по подготовке преподавателей, по подбору кадров, по подготовке оборудования, по закупу оборудования. Ну и в целом, конечно же, реализации той концепции дворца школьников для того, чтобы она соответствовала современным нынешним требованиям. Это огромная большая работа. Работа проводится не только с педагогами города, но и привлекается профессорско-преподавательский состав Северо-Казахстанского университета, учителей, преподавателей колледжа. И буквально сегодня до обеда на Координационном республиканском совете прибыло очень большое количество педагогов с разных уголков нашей страны, которые являются мэтрами в данной работе. На сегодняшнем совете мы смогли поделиться, они смогли поделиться опытом. В свою очередь, после обеда планируется проведение мастер-классов по пяти секциям, где преподаватели нашей области также поделятся своим опытом в данном направлении, именно научно-техническом направлении. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день те задачи, которые поставлены главой государства, мы являемся именно исполнителями данных задач, они не прикословно именно на сегодняшний день совпадают с теми задачами, которые ставим мы перед собой в сфере образования. Также, конечно, это реализация государственной программы образования на 2016-2019 год, реализация программы «Рухани Жангру» и «Цифровой Казахстан». Хотелось бы поподробнее сказать, что в основе программы «Цифровой Казахстан» лежит цифра. Цифра на сегодняшний день в рамках уже четвертой индустриализации имеет особое значение, если в рамках третьей индустриализации мы с вами были пользователями, научились пользоваться компьютерами, научились пользоваться различными мессенджерами, научились работать в онлайн-режиме, трансляции проводить в онлайн-режиме, то сейчас уже в условиях четвертой революции, именно в плане «Цифрового Казахстана» перед нами ставятся новые задачи. Естественно же, мы, педагоги, в первую очередь должны будем научить этому наших учащихся. И должны предугадать те позиции, которые ждут их в будущем. То есть это профессии, которые будут в будущем на сегодняшний день, они должны знать. В колледжах проводится в этом году работа, что с нового учебного года, допустим, мы будем вводить новые специальности, как мехатроника, будет вводиться новая специальность, как кибербезопасность, это тоже новшество наше. А в целом, конечно же, в стенах дворца школьников мы хотели бы, чтобы наши дети работали в современных каворкингах, в современных кванториумах, в современных лабораториях предметных. Это предметные лаборатории, как физики, химии, математики. И они, естественно, должны быть связаны с производством. Тем производством, которое на сегодняшний день в нашей жизни существует. То есть на сегодняшний день мы уже ведем переговоры с заводом ПЗТ, тяжелого машиностроения. Мы ведем переговоры с лабораториями университета. Мы ведем переговоры, допустим, с теми предприятиями, кому будет это в дальнейшем интересно. Так как мы аграрная область, в свою очередь, да, то, естественно, в этом направлении для того, чтобы дети, не только учащиеся, но и студенты могли приходить во дворец школьников. И это была определенной такой практической площадкой, где они могли бы свои идеи воплощать в жизнь и в дальнейшем, возможно, даже коммерциализировать эти идеи. Я думаю, что данный центр будет работать не только на учащихся города, это будет работать на учащихся нашей области. Будет определенной такой площадкой, где мы сможем приглашать людей из соседних регионов, ну и также приграничных государств. Спасибо большое за выступление. Слово предоставляется Раисе Петровне. Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования детей Министерства образования и науки при поддержке Акимата Североказахстанской области и филиала партии Нур-Отан сегодня провел расширенное заседание Координационного совета по научно-техническому творчеству детей и молодежи. Цель данного мероприятия состояла в том, чтобы подвести итоги выполнения плана по развитию концептуальных подходов к развитию научно-технического творчества детей и молодежи на 15-18 годы, а также определить основные приоритетные направления по развитию научно-технического творчества детей и молодежи в рамках задач, обозначенных главой нашего государства в послании народу Казахстана 10 января текущего года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Как вы знаете, практически в каждом своем послании глава государства обращает внимание на креативную молодежь, способную создавать в будущем инновационно-индустриальное развитие нашей страны. Сегодня весь мир не стоит на месте, он стремительно развивается. И при этом важная роль уделяется развитию IT-технологий, цифровых технологий, робототехники. Поэтому сегодня именно в Казахстане есть прекрасная возможность для развития интеллектуального потенциала нации. А что это означает? А это означает, что перед нашим подрастающим поколением поставлена очень важная и ответственная задача, чтобы они выросли в будущем и стали хорошими профессионалами, которые смогли бы нам в будущем создать нормальные, хорошие, качественные условия для жизни. Развитие IT-технологий, развитие новых инноваций и так далее, робототехники, как я уже говорила, об этом постоянно говорит наш президент. Форсированная индустриализация промышленности. Все это сегодня требует от нас, педагогов, от нас, взрослых, подготовки абсолютно новых поколений, высококвалифицированных инженерных кадров. А это значит, что мы с самого раннего детства должны привить у наших ребятишек интерес к познанию, к каким-то научным разработкам, чтобы они могли участвовать в этом, научились применять полученные знания на практике, научились работать в команде. И став уже взрослыми профессионалами, они смогут обеспечить наше будущее. Задачи, конечно, амбициозные. Все те 10 задач, которые обозначены главой нашего государства, они касаются практически всех сфер жизни нашего населения. Это касается каждого гражданина Казахстана. Но при этом президент Республики Казахстан акцентирует свое внимание на том, что сегодня, конечно же, важно развитие экономики, финансового сектора, но наиболее важным аспектом все-таки является развитие нового человека, развитие потенциала наших людей. То есть все это дает возможность дальнейшей модернизации на основе человеческого капитала. А опять что же это означает? Человеческий капитал – это наши дети, это мы с вами, это все люди, которые живут в этом обществе. Сегодня дополнительное образование – это очень серьезная, важная отрасль в сфере образования, на которую именно в послании вот президент обратил внимание. Очень правильно было сказано сейчас Гульмирой Раимбековной о том, что в седьмой задаче, которую обозначил глава государства в послании народу Казахстана, речь идет о том, чтобы местные исполнительные органы обеспечили все дворцы школьников технопарками, бизнес-инкубаторами, с полной инфраструктурой, со всеми компьютерами, 3D-принтерами, IT-технологиями. Ведь это делается не случайно, потому что, как я уже сказала, весь мир находится в техническом прогрессе и отставать мы не должны, иначе и страна не будет развиваться. Поэтому сегодня мы, взрослые, должны задуматься о том, что нам нужно пересмотреть наши подходы к развитию научно-технического творчества детей и молодежи в Казахстане посредством создания тех же технопарков, бизнес-инкубаторов, о которых говорит наш президент в послании. Кроме того, нам нужно обновить содержание образовательных учебных программ для школьников. Нам надо подумать о том, как создать мотивацию для наибольшего массового вовлечения школьников в выбор будущей профессии, инженерной профессии. Сегодня речь идет о том, что нам необходимо поработать над тем, чтобы поднять престиж рабочей профессии, инженера. А для этого, конечно, следует разработать целый спектр различных задач, решений, которые сегодня требуются обществу. Я полагаю, что в Казахстане сегодня можно и уже создается достаточно хорошее такое основательное образовательное поле деятельности для креативно мыслящих людей, для людей нового поколения, профессионально ориентированных. Место проведения выбрано не случайно. Об этом я говорила сегодня на координационном совете. Поскольку Североказахстанская область, а мы это предвидим, она в ближайшем будущем станет одним из главных центров развития креативного мышления, развития современного технического творчества. И я полагаю, что вся та инфраструктура, современная инфраструктура детства, которая будет создана в ближайшее будущее в вашей области, она позволит удовлетворить потребности населения в области образования, физического развития, оздоровления наших детей, ну и в целом развития, конечно. Поэтому мы с благодарностью воспринимаем то, как сегодня приняли нас здесь в области. В координационном совете принимали участие 180 представителей из всех уголков нашей страны. Это представители Министерства образования и науки, Министерства по инвестициям и развитию, Национальной палаты предпринимателей, это депутаты Маслихата, это представители Центрального офиса Рухани Жангару, партии Нуратан, руководители школ, руководители организаций дополнительного образования. Сегодня в вашей области в гостях были представители Центров и Станций Технического Творчества Республики, это были представители, руководители Дворцов, Домов Школьников. В нашей стране сегодня более 111 тысяч детей охвачены научно-техническим творчеством, 23 станции Центра есть, кроме того, у нас 400 кружков во дворцах, домах школьников, более 3000 кружков в общеобразовательных школах. Но, говоря о потенциале научно-технического образования, воспитания наших детей, я обращаю внимание на то, что потенциал, охват детей 3,6 в целом очень небольшой. Охват дополнительных во внешкольных организациях научно-техническим творчеством составляет лишь 0,5%, тогда как в соседней России во внешкольных организациях 4%. Вот об этом мы сегодня поговорили и обсудили, многие поставили перед собой задачи, приняли рекомендации для того, чтобы активизировать работу всех наших педагогов и всех тех заинтересованных лиц, кто есть в вопросе развития, дополнительного развития научно-технического творчества детей и молодежи. Вот, в принципе, та задача седьмая, где речь идет о технопарках, сегодня очень здорово, что поделились опытом представители вашей области, в частности, управления, областное управление образования, представители Российской Федерации, достаточно много было предложений от специалистов, тех, кто занимается вопросами развития научно-технического творчества детей и молодежи, и я считаю, что задачи, обозначенные главой государства в своем послании, они позволят нам улучшить эту работу качественно и увеличить технопарки во дворцах школьников нашей страны в разы. Спасибо большое за выступление. Следующего выступит Лада Анатольевна. Статья главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация сознания» заложила глубокую основу для сегодняшней, уже объявленной, четвертой индустриальной уже революции, потому что не изменив сознание каждого, начиная от дошкольника, до взрослого, до пенсионера, невозможно строить успешное государство, где мы с вами все хотим жить, не просто жить, а процветать и благоденствовать. Поэтому патриотическое воспитание, мне кажется, сегодня наиболее важный аспект подготовки того нового поколения, которое все мы с вами хотим видеть в будущем. Ведь основные основные направления программы «Рухани Жангару», обозначенные президентом нашей страны, это конкурентоспособность, культ знания, открытость сознания к мировым достижениям, к инновациям, позволяют нашему воспитаннику, нашему ребенку стать успешным в этой жизни. Мы вкладываем в наших детей лучшие знания, те, которые можем дать сами и те, которые можем приобрести в процессе поиска. Ведь не секрет, что сейчас процесс образования часто переходит на уже проектный способ деятельности, когда ребенку предоставляется возможность самому найти истину, сделать открытие, приобрести компетентности, которые в будущем помогут стать ему успешным, конкурентоспособным специалистам. Ведь сегодня мы воспитываем новое поколение, которое в будущем овладеет теми специальностями, возможно, о которых мы сегодня не подозреваем. И поэтому силами дополнительного образования, общего образования строится новая парадигма воспитания и обучения. Министерство образования и науки в этом плане делается очень много. Под программу «Торбиежа Неблим» программы «Руха Ниженгуру» направлено на разностороннее воспитание детей. То есть в этой подпрограмме участвуют все, от дошкольников до студентов. И разные проекты направлены на развитие успешности наших детей. Ведь каждый ученик должен быть конкурентоспособным. Поэтому, закладывая основы профессионального мастерства в будущем, сейчас для них проводятся такие конкурсы, как «Первый шаг к великому изобретению», конкурсы детских стартапов, детских, юношеских, студенческих стартапов, конкурсы «Моя инициатива, моей родине». Был проведен прекрасный кинофестиваль «Дети Казахстана в мире без границ». Фестивали творчества, декоративно-прикладного искусства, музыкантов, танцоров, то есть город мастеров, все то, что наши дети мечтают, тот потенциал, который они несут в себе, сейчас для этого создаются все возможности для того, чтобы все их способности были открыты, реализованы. Ведь посмотрите, наши дети выходят сейчас на международный уровень, побеждая в различных олимпиадах, технических конкурсах, соревнованиях. Поэтому мы сейчас уже с уверенностью можем говорить, что именно и программа «Рухани Жангару», и послание президента закладывают основу для того, чтобы наш юный гражданин был успешен в будущем, чтобы свободно выходил в мировое пространство и помогал тем самым развитию родной страны, не забывая о ее культуре, не забывая о национальной идентичности, то есть делая все, вкладывая свою душу, свои силы в развитие именно родной страны. Поэтому сегодняшний координационный совет показал, какую большую работу проводит Республиканский центр Дашкоя дополнительного образования. Ведь не секрет, что дополнительное образование увлекает наших детей больше, чем образование постоянное. И поэтому именно здесь заложен потенциал успеха, развития и интереса наших детей. И сегодня мы видим, что с каждым годом увеличивается число детей, увлекающихся робототехникой, авиа- и судомоделированием, созданием различных каких-то технических новинок и инноваций. И поддерживая это направление, программа «Рухани Жангару» стремится к тому, чтобы каждый ребенок в нашей стране чувствовал себя успешным. Каждый ребенок мог достигнуть в плане своего развития тех высот, на которые он надеется. Потому что мы с вами вместе не секрет растим новое поколение казахстанцев, которое в будущем поможет стать успешной в нашей стране. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашей работы подошло к концу. Мы благодарим вас за активное участие и вас, уважаемые гости, за предоставленную подробную информацию. Всего вам доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова